Смена кадров. У коммунальных предприятий и учреждений региона шесть новых руководителей. Их кандидатуры утвердили депутаты на областной сессии. Еще одним решением стало принятие программы, о которой в облсовете мечтали уже давно. Подробности в сюжете. Одним нажатием кнопки депутаты облсовета увольняют одних руководителей и назначают других. Новый директор появился в Запорожском областном центре молодежи. В трех интернатах в областном контактном центре. Назначен и новый главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Также оперативно принимает коммунальный отчет заместителя губернатора. Петр Гончарук отметил, область была готова к зиме на 100% еще в конце сентября. Причем в этом году за счет энергоэффективных программ надеются сэкономить на голубом топливе десятки миллионов гривен. Главное, говорят, чтобы жители области вовремя расплачивались за услуги. Задолженность населения сегодня составляет только за тепло 300 миллионов. Я хотел бы обратиться к вам, уважаемые коллеги, сегодня тоже проводить работу разъяснительную среди населения, потому что своевременное погашение долгу за тепло позволяет нам своевременно рассчитываться за газ. Особо гордятся депутаты другим своим решением. Приняли пятилетнюю программу, которая обеспечит помощь поисковым отрядам в перезахоронении жертв войны и политических репрессий. Сейчас в области таких мест захоронений насчитывается более 600. Убеждены, поиски нужно продолжать. Мета цієї программы – это обеспечение посылки и взятия на облик всех неведомых похоронений, которые погибли или без вести, уничтожили в годы Великой Вечеринской войны, погибли или умерли в полонах, которые погибли за гражданами или были расстреляны, обеспечение их належного порядку и обеспечения. Там есть возможность финансировать поисковые отряды. Вот это самое главное. Это была проблема. Мы не знали, как их из бюджета, как им оказывать помощь, как их финансировать. Сегодня эта возможность появилась. На пятилетнюю программу из государственного и областного бюджетов выделят 3,5 миллиона гривен. Кроме того, в регионе действует еще одна программа по приведению в порядок памятников и солдатских захоронений. Для этого каждый год выделяется 200 тысяч гривен.